Ребят, всем привет! С вами Роман, испытатель электротранспорта. И сейчас я начинаю новую серию видеороликов по разрядке аккумуляторов, по разбору аккумуляторов. Аккумуляторы от компании Skyboard. Я нашел несколько вариантов от разных моделей. И сейчас иду в сервисный центр. Это мои друзья, это партнеры компании Skyboard. И у них в сервисном центре постараюсь как раз разрядить аккумуляторы, разобрать их, показать, что внутри, как они выглядят. Сейчас все покажу. Себя. Себя снимаю. Значит, вот у нас сервисная мастерская Neowills. Сейчас приближу вам. И тут у них еще продается электротранспорт. Устроились они здесь очень здорово. Покажу, что у них есть. Прям красавцы. Такой шоурумчик аккуратный. Супер. Ну, пойдем, собственно, в мастерскую. Такая интересная маленькая входная группа. Уже готовые самокаты, ждут выдачи. Ну, кстати, нормально. Ребята прям работают. Ну, ура в этом плане. И работают быстро. Что удивительно. И работают не просто быстро, но работают еще и хорошо. Так, ребята, ну, такое местечко я себе здесь нашел на полу. Здесь приючусь, чтобы ребятам не мешать. Буду здесь разбирать аккумуляторы. И перед началом разбора у меня для вас есть замечательные новости. Компания Skyboard держит свои обещания. И в ближайший месяц разыграет очередной электроскутер среди своих подписчиков. Стоимостью более 100 тысяч рублей. С условиями участия в конкурсе вы сможете ознакомиться в ближайших выпусках канала. Не упускайте свой шанс. Подписывайтесь на канал и следите за новостями. Тем более, что один из подписчиков уже стал победителем в предновогоднем розыгрыше. Видеоотчет получения приза можно посмотреть, пройдя по ссылке в верхнем углу экрана. Напоминаю, в этом году компания Skyboard разыграет минимум 10 электроскутеров. Общей стоимостью более 1 миллиона рублей. Так что шанс победить есть абсолютно у каждого. Начинаем разбор нового аккумулятора 72 вольта 18 ампер часов. Данные батареи столь высокого вольтажа в электроскутерах CityCoco на сегодняшний день использует только компания Skyboard. Для данного типа аккумулятора на 72 вольта необходимо устанавливать не только подходящее мотор-колесо или электродвигатель, но и контроллер соответственно. О преимуществах вольтажа поговорим чуть позже. А сейчас давайте посмотрим, насколько качественно выполнена сборка самой батареи и замерим реальную емкость. Основной блок элементов питания расположен внутри железного кейса из довольно прочного металла. Раскручиваем болты по периметру ящика. Вскрываем крышку и обнаруживаем дополнительные прокладки фиксации основного блока, защищающие его от случайных ударов, а также предназначены для поглощения излишней вибрации. Необходимо отметить, что 72-вольтовый аккумулятор на 18 Ач в любом случае имеет большую емкость ватт-часов, чем та же батарея стандарта 60 Вольт, но на 20 Ач. Подсчитать несложно. Умножаем вольтаж на ампераж. Стандартные параметры на рынке 60 Вольт на 20 Ач 1200 Ватт-часов. Новые батареи от Skyboard 72 Вольта на 18 Ач. По итогу 1296 Ватт-часов общей емкости. Помимо емкости, высокий вольтаж обозначает и более высокую скорость электротранспорта, так что, на мой взгляд, пока пахнет сплошными преимуществами. Конечно, необходимо учитывать, что при попытках сорваться с места в голоб, потребление энергии будет довольно высоким. Но при равномерном наборе и последующем удержании скоростного режима расход значительно снижается, позволяя проезжать гораздо большие расстояния. На силовом кабеле расположен дополнительный предохранитель с ограничением на разряд до 40 Ач. Основной бокс батареи имеет отличный уровень защиты от проникновения внутрь пыли и влаги. Внешний изоляционный слой из синей термоусадочной оболочки. Материал наподобие гибкого прорезиненного пластика. Далее защита из жесткого текстолита желтого цвета. Внутри бокса снова встречаем уплотнительные проставки, поглощающие лишние колебания внутренних элементов. Сварка контактов по четыре точки выполнена довольно аккуратно. Никаких пережженных мест я не заметил, которые, кстати, довольно часто встречаются на дешевых аккумуляторах подвальной сборки. Каждая банка с плюсовой стороны имеет проставку из специальной изоляционной бумаги. Сборка выполнена в 20 параллелей по 7 банок. Контроллер и периметр батареи также обклеен изоляционным слоем бумаги. Давайте взглянем на БМС-плату. Маркировка 20С 40 А. Обратите внимание, в качестве дополнений на подключенных фишках справа использован резиновый клей. И в случае тряски подключенные шлейфы останутся на месте, они повыскакивают в самый неподходящий момент. БМС имеет теплоотводную панель с достаточным слоем термопасты. На самой плате присутствуют MOSFET, способные пропускать токи до 100 А каждый, по 7 штук на заряд и разряд батареи соответственно. То есть более чем по 700 А в каждую сторону. Присутствует датчик температуры и балансировочные транзисторы. По факту к БМС лично у меня претензий нет. Итак, каждая банка имеет емкость 2600 мАч. 7 банок в параллели должны выдавать минимум 18,2 Ач. Давайте замерим общую емкость во время разряда аккумулятора. Разряжать будем 10 А. К сожалению, это максимально допустимый амперажный разряд у данного тестера. В принципе, готовы? Можно? Пошли показатели. Отлично. По итогу батарея отдала 18,88 км. Ач, что даже немного больше заявленных производителем. Общее время разрядки составило 1 час 53 минуты 16 секунд. Друзья, если у вас есть какие-то замечания по факту предоставленной информации, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Производитель очень строго следит за активностью своих подписчиков в социальных сетях и довольно быстро реагирует на адекватные пожелания. С вами был Роман, испытатель электротранспорта. До новых встреч на просторах Ютуба. Впереди, как всегда, очень много интересного. И не забывайте про розыгрыш 10 электроскутеров. Так что подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Возможно, именно вы станете следующим победителем.